Есть что-нибудь у вас такое, вау, взрыв? Ну а что, что, что? Посмотрите, это всё чёрное, вот что тут возьмёшь? Прям мама родная. Так, вот это я понимаю, огонь. Сюда смотрим. Привет, мои хорошие. С вами Селена, и сегодня я собираюсь для вас выбрать образы. Образы будут необычные, я люблю яркие, светлые образы. А, с нами Настя. Я подошла просто постоять, пока снимают. С нами Настя, она мне поможет. Я как бы буду сама выбирать, но что-то буду у неё спрашивать, чтобы образы были полные и красивые, и вы могли ими полностью воспользоваться. Значит, первый момент, это то, что все коллекции практически во всех магазинах, как мы уже с Настей заметили, тёмные. Я не хочу быть чёрной на Новый год. Это one. Второй момент, это ботинки. Я очень люблю стразы с ботинками, может быть, с пиджаками. Короче, я хочу несколько образов подобрать таких агрессивных, и при этом утончённых. Rock'n'roll. Да, и всё будет под мартинцы, под ботинки. Ну, может быть, что-нибудь придумаю под туфли, но не уверена. Скорее всего, под мартинцы. В общем, я хочу, чтобы Настя мне помогла. Пойдёмте. Поехали, детка. Так, что я первое хочу? Я видела, что вы снимали фотосессию вот с этим платьем. Оно мне, на самом деле, давно уже понравилось. Я его хочу. Как думаешь, под мартинцы оно подойдёт? Да, оно будет огонь. Платье это фиолетового цвета. Может быть, на камере оно кажется чёрным, но оно фиолетового цвета. Вот, я его хочу взять. Вот, я его возьму. Я его хочу взять, я его хочу возьму. Так, смотри, а вот сумки, да? Это не подойдёт. Это тоже. Ну, это, короче, что-то простое, я правильно понимаю? Простую какую-то. Так, ладно, это раз. Платье, которое я хочу померить. Чёрное, поездки, нет. Это темно. Я хочу светло. Всё чёрное. Смотрите, коллекция вся чёрная. Вот Настя говорит, это клёвый, но он для меня чёрный. Понимаете? Слишком чёрный. Мне ещё одно платье понравилось. Очень. Вот. Я, кстати, размер свой взяла. А мне брать S или M? S, да? Я бы не с... S-ка. А вот этот? А вот эту BM-ку можно было брать, да? Да. Тут XS-ка. Я ещё цены скажу вам, да. Здесь только цены не написаны, а вот здесь написано. Вот это платье серебристое, 4 тысячи стоит. Мне кажется, оно очень будет крутое. Я возьму M-ку. Так, дальше. Яркость, яркость. Мне больше яркости, пожалуйста. Есть что-нибудь у вас такое? Вау, взрыв. А ну-ка, смотри, зелёное. Слушай, если у меня будут одни платья, то можно их и 4 выбрать. Просто меняешь платье, оставляешь мартинцу, да, и всё. Ну, зелёненькое я не знаю. Ну-ка, при... Настя предлагает что-то разнообразить, да? Что она говорит одно и то же. Ну, а что, что, что? Посмотри, тут всё чёрное. Вот что тут возьмёшь, я не знаю. Ну, давай возьмём, знаешь что, белую блузку. Ты белую блузку не провожу ещё вроде? Вот эту. Ну, её под что? Под брюки и мартинцы? Брюки и мартинцы. Вот такая блузка. Или что? Можно? Можно. Почему нет? Брюки, может быть, должны быть какие-то укороченные. Ты знаешь, что я ещё хочу? Я видела в этом фильме что-то там про женщину низкой социальной ответственности в кинотеатре. Жил фильм. И там она была вот с пайетками, она была в плотинках грубых таких вот. И ещё пиджак у неё был сверху. Вот я бы хотела чёрный пиджак. Наверное, под вот это вот? Или под вот... Под любое, говорит Настя. Так, а ну-ка смотри. Пиджак должен быть, естественно, эксель размеры. Правильно? Этот нет, потому что он... Этот нет. Ещё больше новогодный, потому что какой-то вообще прям мужской, потому что... Вообще обычный. Так, Настя говорит обычный мужской, без каких-либо добавлений, потому что этот слишком обуводний, хотя для меня он слишком чёрный. Пиджак очень чёрный. Прям бархатные, лацканы. Да их даже не видно. Далека. Бархатные, лацканы. Так, короче, нам нужны, значит, брюки. Брюки тоже какого-нибудь яркого цвета, да? А какого? Ну, не чёрного, я не хочу чёрного. Классные бордовые были? Пойдём возьмём. Настя говорит, что будет очень клёво сейчас. Они? А размер S у меня, правильно? XS. Так, мы берём вот это вот, вот это вот один образ, да? Потом вот это, вот это. И пиджак обычный. Идём в обычный отдел за обычным пиджаком. Самым обычным, наиобычнейшим. Так, а где они? Там. Настя всё знает, где пиджаки нормальные хранятся. И ещё сумки же надо подобрать. Ну или как бы у тебя одну универсальную, её как бы не против. Одной универсальной сумки, чтобы меньше денег тратить. Я, главное, правой рабочей стороной работаю. Всё нормально, я на камеру. Ты следишь за тем, куда мы идём? Потому что я снимаюсь. Я не слежу. Я просто снимаюсь. Слушай, вот серый классный. Чёрный? Ты думаешь, чёрный мне больше подойдёт? В следующем районе. Пойдём. Я что, первая услышала? То и... Смотри, у детей сколько поедок вообще. Покажи. Да, офигенно. Вот где там праздник? Вот это я понимаю. Огонь. Какой вот? Да, но только подкатанные рукава не очень красиво будет. О, вот, нашла, нашла, нашла. XL возьми. Прям мама родная. Не очень, или М-ку лучше? Там нет М-ки, но... Там есть М-ка, да, М-ку? А, нет, он другой. Он с... Фонариками. Фонариками. Так, лады, смотри, всё здесь есть. Куда я смотрю? Я на себя смотрю и вообще глаза вкривкось. Мы пришли в примерочную. Я уже устала. Сейчас переодеваться вообще целое дело. Но я для вас сделаю это. Прикольные образы. И Настя мне поможет. Ой, зайки мои, ну не смотрите, что у меня нет чёрных колготок, потому что у меня нет чёрных колготок. Но вы понимаете, что сюда вот этот образ обязательно чёрные колготки. Это я вам говорю, как человек, который дружит со стилистом. Вот, сюда идёт такая невзрачная, но очень маленькая чёрная сумочка. Потому что весь образ берёт на себя главным образом платье с паеточками. Вот, мне очень нравится, очень клёво. Если будет холодно, можно сюда что угодно одеть. Например, мой большой пуховик. Но я вам его не дам. Купите себе такой сами. Вот, но чёрный большой пуховик отлично. И на голову можно ещё не одевать, потому что я думаю, что только шампанское у вас опять. И ещё я хотела сказать, что это платье безумно короткое. Даже при том, при всём, что я очень люблю короткое, оно чуть-чуть нагнулось туда-сюда. Понимаете, это... То есть, реально, вот с парнем, когда вы только познакомились, если вы собираетесь с ним Новый год вместе отмечать, вот это платье просто best the best, он ваш. Только не отдавайтесь первую же ночь. Крошки мои, что я могу сказать вам по поводу этого образа? Как видите, я крутилась и устала. Значит, смотрите, первое. Вот эти вот пайеточки, они немного колятся. Но здесь оно уже посвободнее, тем более я взяла M. Оно очень комфортное. Вы прямо на Новый год можете есть сколько хотите, реально вообще не париться о том, что ваш живот где-то будет выпирать и вообще. То есть, никто ничего не заметит. Поездки берут на себя всё, внимание. Да, и просто вы звезда светитесь. Длина очень хорошая. Естественно, сюда тоже нужны чёрные колготки. Прекрасно смотрится именно вот с этими сапожками. Настя говорит, что даже так смотрится хорошо, можно даже без чёрных колготок. Вот, по поводу пиджачка. Смотрите, вы можете не брать пиджачок, просто в какой-то удобный момент скажете своему любимому или новому знакомому, что вам холодно. Когда он даст вам свой чёрный пиджак, выбирайте пацана с чёрным пиджаком. А когда он даст вам свой пиджачок, вы будете выглядеть вот так стильно. Понимаете? То есть, сразу приметили пацана и сразу дай пиджак. Или просто мне холодно. Ну, кстати, если он даст вам свой пиджак, сразу будете понимать, насколько он щедрый. Так, что ещё хотела сказать? Пиджачок XL, да, поэтому парни ищите побольше. С размером S вам не пойдёт пиджачок. Вот, ну и в принципе всё. Мне вот этот нравится образ вообще прям вот. Сейчас мы померим третий ещё, и я скажу, какой мне больше всего в конце понравился, а вы напишите, какой вам понравился. Пошла, я устала. Это для меня прям морфон какой-то. Конечно же, я не знаю, буду я ли я ещё для вас снимать вот эти шопинг-блоги, потому что я так никогда не потела. Я просто всё мокрая. Так, что хочу сказать по поводу этого образа. Конечно же, вы можете одеть сюда чёрный лифчик, как и я. Но это было не специально, вообще сюда бы одела белый. Ну, чёрный, кстати, тоже неплохо привлекает внимание, сочетается с мординцами, мне кажется. Вот, опять же, можно использовать с пиджаком, можно без пиджака. Очень красивая акцентная сумочка такая. Жёлтенькая фурнитура прям придаёт интересные моментики такие, да, и прям играет весь образ, мерцает. По поводу брюк, очень классные брюки. Мне они нравятся, они укороченные. И завышенная талия. Очень клёвые, но у меня просто есть уже брючки бордовые, поэтому эти брать я не буду. По поводу фонариков. Сейчас они вроде очень умодные, да? Ой, ну, короче, классные. Классные, классные, нормальные. Как её назвать? Бузочка. В общем, вот такие образы для вас подобрали. Я надеюсь, вам понравилось. И вообще скажите, ну, как вообще вот мой шопинг-влог? Я ещё обещала сказать, что какой мой любимый образ? Мой, естественно, угадайте, какой мой любимый образ, я не скажу, но один из этих трёх образов мне понравился больше всех. Вот мне интересно угадайте, вы по моим эмоциям, какой всё-таки выиграл. И обязательно напишите, какой понравился вам. Я не угадаю, выиграю что ли? Вы получите... А я могу угадать сейчас. Вы получите от меня сердечко в комментариях, да. Нефигасим, я всем стал красивым. Даже негативщиком. Вот, ну и опять же этот пиджак, который мы урвём у нашего будущего мужчины, да? Ну всё, я надеюсь, понравилось. Сейчас я переоденусь, немножко вздохну в воздух и попрощаюсь с вами уже на выходе. Ну что, мои хорошие, мы сняли для вас образы. Образы прикольные, большое спасибо Насте за то, что она помогла поставить акценты правильно. Кстати, Настя тоже сняла образы на свой канал. Но там не будет пайеток, там всё наоборот. Да, без пайеток, там, в общем, всё в тренде, посмотрите, да. И она как профессионал уже рассказывает о деталях. Не то, что я, да? У кого отжать пиджак? Вот, и всё, пишите в комментариях, тогда нравится ли вам такой формат. Хотели бы вы, чтобы я ещё раз попробовала пройти через эти мукеа? Упатить. Мукеа, да? Вот, ну, если вам понравится, если вы хотите, чтобы я такое снимала, то мне придётся это сделать для вас. На любые же этого ради вас. Даже учусь говорить правильно. Стараюсь. Ссылочку на Настю я оставлю под видео. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на наши каналы. Впереди много интересного. Любим, целуем, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»